добрый день дорогие наши подписчики гости нашего канала время заготовок вроде обычный день а столько в нем работы в конце лета приходится делать сейчас я режу лук а до этого нарезала целую миску щавеля вот хочу заморозить в пакетиках надо весь лук изрезать и петрушечки добавить и будет у нас зимой зеленый борщ вячеслав стоит мясо разделывать мы сходили на рынок слова привет привет сходили на рынок купили мясо так я поближе показываю что он делает вот в этот пакет уже сложился мясо порезал на кусочки то мы будем перекручивать на фарш вот там всего парочку косточек для бульона а вот это вот это вот это шкурки смотрите какие снятые сверху с мяса шкурки сейчас мелко мелко порежем и когда я готовлю цыплятам еду мелкую картошку там крупу усыплю они цыплята очень любят это есть я добавляю вот эти курки кожурки они прям запах только чувствует я в сарай заношу они уже сразу друг на друга лезут кто вперед кто вперед первому больше достанется здесь же на столе противень целый противень груши сушеные я высушила целое ведро груш смотрите какие они они такие вкусные вот целое ведро надо будет сложить матерчатый мешочек сухое место поставить сейчас буду вакуумировать зелень для зеленого борща у меня есть вот такой вакууматор выписывали как-то с алиэкспресс вместе с ним шли пакетики но они были маленькие мы заказали еще побольше размером пакеты вот так 2 упаковки 2 рулончика здесь идет там отдельно можно заказывать я думаю что в такие пакеты как раз подойдет мне упаковывать все в этой упаковке пакеты идут просто мешком смотрите вот я его открыла вскрыл размер пакета сами выбирайте какой хотите какой вас устраивает размерчик отрежем ножницами и будем заниматься одну сторону запаяли в другую сторону буду накладывать зелень зеленью я справилась получилось вот таких четыре упаковки щавель с луком вместе с петрушкой а вот эти две маленькие просто зеленый лук вот этот лук зеленый и этот лук зеленый можно для пирожков зимой использовать куда хотите и место в морозилке будет занимать меньше намного чем просто порезать овощи и сложить зелень и сложить пакет друзья с зеленью мы разобрались теперь нам надо мясо переключить на фарш уже подготовили лук несколько головочек лук крупный хороший и мясо порезано такой формы чтобы у нас хорошо проходила мясорубку друзья ну вот мы закончили перекручивать мясо на фарш у нас было больше трех килограмм мяса больше ближе даже к 4 минуты за три три с половиной мы его перекрутили вот эту мясорубку мы получали на обзор очень хорошо работает до сих пор советуем фирма фолмер вот какая фирма помните мы на ней колбаски делали у нее насадки и дополнительные нас устраивает такая мясорубка а пока занимались зеленью и мясом у меня в духовке стоит хлеб печется скоро уже будет готов так фарш мой готов мисочку приготовила сегодня я хочу из этого фарша сразу же обед приготовить я отбираю часть фарша не перемешивая его но здесь лук и мясо только остальное весь перемешаю разделю порциями и положу морозилку а вот этот вот отделю для своего сегодняшнего обеда сюда я несколько зубчиков чесночка добавлю через пресс пропущу смотрите что у меня есть у меня есть вот такие перцы я приготовила три штуки и форму вот так разложила думаю поместится у меня сюда три штуки или нет я их разрежу так пополам и буду фаршировать половинками вот такие перцы огромные у нас выросли в этом году вот мою руку даже бою не совсем видно смотрите какие перцы большие вот в этой форме буду делать сейчас сюда добавлю соль перец рис можно приварить рис можно сырой рис у меня есть рис который для каши варится за 15 минут поэтому могу добавить сюда этот рис и будем перца начинять перчик соль и рис и все хорошенько перемешаю и еще решила чуть-чуть зелени добавить вымешиваю все руками вот так я поместила половинки перца на противень одну прямо другую вот так по-другому они никак не входили а теперь буду начинять их фаршем фарш уже вымесила готов буду начинять хорошо много надо класть фарша чтобы вкусненько было фарша почти угадала сколько оставить почти весь ушел добавлю где где поместится еще туда добавлю смотрите перец начинила весь фарш который я приготовила ушел такой красивый перчик в этот перец чуть-чуть долью водички на донышко потому что ни в казане не в кастрюле сделаю без зажарки такой перчик у меня будет и сверху накрою фольгой теперь поставлю в духовку пока будет накрытой фольгой с полчаса он попечется будет запекаться готовится потом фольгу сниму и посыплю сверху сыром каждый перчик тертым сыром теперь буду заниматься оставшимся фаршем я сейчас его весь перемешаю потому что здесь лук чтобы все соединилось с луком разложу по пакетам и положу в морозилку каждый пакет я разложила фарш вот так его распределяю выравниваю пакетик вот так прихлопываю с одной стороны подбиваю и получается прямоугольник в каждом пакете грамм 600 700 у меня получилось иду кладу в морозилку прошло 35 минут снимаю фольгу смотрите как все хорошо выглядит можно в это время попробовать рисинки вот у всех же разный рис который долго варится который быстрее варится можно приваривать рис в общем сейчас я на каждый перчик сыплю сыр и снова отправляю в духовку но уже без фольги все до готовности и сырок расплавится сверху который друзья ну вот я вместе с вами приготовила обед и заготовку из фарша сделала заготовку из зелени сделала и в морозилку уже выложила вот такие вот у меня перчики получились красивые смотрите самое главное проверить потом чтобы рис был мягкий вот отковырните кусочек и проверьте рис должен быть мягкий фарш будет мягкий конечно же приготовлен всем желаю приятного просмотра хорошего настроения удачи во всех ваших делах в заготовках вообще во всей вашей работе если вы на работе премии вам большой до новых встреч всего вам доброго и хорошего меня же ждет еще соковарка и сушилка день мой продолжается так что буду дальше работать пока